Всем привет, с вами Евгений и это канал о видеонаблюдении. В этом видео я расскажу вам об основных отличиях IP-камер от аналоговых и в каком случае применять первые, а в каком вторые. Для начала определимся, что такое IP. IP расшифровывается как интернет-протокол. Это язык, на котором общаются абсолютно все устройства в интернете и в компьютерной сети, начиная от компьютера, заканчивая IP-телефоном. Таким образом, IP-камера являются полноценным сетевым устройством со всеми вытекающими. Немного предыстории IP-камер. Раньше все камеры были только аналоговые. Когда появилась первая IP-камера, они преобразовывали аналоговый сигнал от простой камеры в IP. Но при этом разрешение оставалось низкое, оно и было 700 TVL в то время. Потом появились IP-камеры. Выросли разрешения матриц. А так как аналоговые кабели, аналоговые технологии не могли передавать разрешение больше, чем, по-моему, 680 V линий, так же, как это было в эфирном телевизоре дома, то все вот это качество, все вот это разрешение и четкость, оно ходило по IP. Так появились первые камеры 2 Мп, 1,3 Мп, просто потому что аналоговая технология не позволяла передавать такое качество. В данный момент видеонаблюдение с разрешением 1080p можно построить и на простых аналоговых камерах. Но они уж, конечно, не простые, они уже называются IGD, то есть аналог высокого разрешения. Это технология, которая появилась последние 2 года. Раньше такое качество можно было передать только при помощи IP-камер, то есть по локальной сети. Но разрешение матриц продолжает расти, и даже если аналог на данный момент может передать только 1080p, то IP-камеры ушли уже гораздо дальше. Сейчас есть IP-камеры с разрешением 4 Мп, 5 Мп. Через полгода появятся IP-камеры 4К разрешением, то есть это уже 8 Мп камера. То есть аналог опять остался позади по разрешению. Если раньше проблемой было передать высокое разрешение, то на данный момент проблема стала хранить это разрешение. Камеры уже выросли до 8 Мп, а винчестеры так и не подешевели до тех цен, при которых можно хранить такое разрешение. Поэтому на данный момент самые ходовые камеры все-таки являются 2 Мп. Одной из особенностей IP-камер является их возможность получать питание по тому же кабелю, по которому они информацию передают. Эта технология называется POE, Power of Ethernet. Передача питания по тем же сигнальным проводам, где ходит информация. Для организации такого питания должен быть специальный пояс свитч. Это такой уже более тяжелый свитч, в нем встроенный мощный источник питания. Камера должна обязательно поддерживать эту технологию, потому что не все камеры у многих производителей это опционально. Вот этот модуль, который внутри питания потом разделяет. Благодаря этой технологии не нужно прокладывать второй дополнительный кабель, помимо кабеля UTP. То есть у вас получается просто, как компьютер подключается к сети RJ45 таким коннектором, точно так же подключена IP-камера к этому свитчу и в этом же проводе. И питание, и сигнал все вместе идет. Это очень удобно. На картинке изображена аналоговая система видеонаблюдения. В чем ее ключевая особенность? Камера не является потенциальным сетевым устройством. И она всего лишь в своем кабеле выдает только видеосигналы, либо дополнительно аудио еще может. То есть она в интернет не может напрямую никаким образом транслировать сигнал. Она всегда подключается к какому-то устройству. На данной картинке изображен регистратор. То есть у него аналоговые входы и у камеры аналоговый выход. А вот уже регистратор может преобразовать сигнал в IP и передать его уже в интернет. Либо в локальную сеть. Таким образом, IP-камера это как бы аналоговая камера и вот это устройство преобразования в одном корпусе. Теперь немного о настройках. Так выглядит OSD меню простой аналоговой камеры. Управлять им можно при помощи специального джойстика, который находится на проводе камеры, либо находится внутри корпуса. В этом меню обычно настраиваются характеристики, связанные с изображением. То есть здесь можно настроить электронный затвор, тут баланс белого. То есть все, что связано с изображением и с качеством получаемой картинки на выходе. У IP-камеры нет OSD меню. У нее есть веб-интерфейс. Так как IP-камера это полноценный компьютер и внутри у нее работает, как правило, Linux, то чтобы зайти в ее настройки, мы должны в браузере набрать ее IP-адрес. И у нас появляется вот такая вот табличка с логином. Если ввести данные, то мы попадаем в меню настроек, в сам интерфейс камеры, в котором мы можем видеть изображение, которое в данный момент получается с камеры. Куча меню, в которых можно произвести всякого рода настройки, начиная от задания времени, которое будет отображаться на изображении, заканчивая местным, куда складывать записи. Современная IP-камера это уже полноценное устройство в одном корпусе. Она может сама и снимать, сама и записывать. Современная IP-камера это самодостаточное устройство. В ней есть собственные часы, время которых можно наложить на изображение и таким образом понимать, какое событие в какое время произошло. В ней можно настраивать какие-то действия по тревогам, допустим, обнаружение движения в кадре и включение записи. Также камера может сама писать изображение, то есть к ней уже не нужен какой-то дополнительный видеорегистратор. Если она одна стоит, ей можно просто указать место хранения и она туда будет складывать свои видеофайлы. В некоторых камерах даже есть пункт воспроизведения, то есть она же будет выступать потом как еще и видеорегистратор с функцией просмотра, то есть все, что она сохранила, можно через нее же и посмотреть. В ней можно настраивать какие-то приватные зоны, то есть замазать изображения, которые не должны быть сняты. Она даже умеет писать в облако, то есть ей даже не нужны никакие устройства хранения, если, конечно, вы не боитесь сохранить свои записи где-то на неизвестном сервере. Многие камеры умеют встроенный микрофон, также пишут и звук. Подключаются они напрямую в компьютерную сеть, либо в интернет. В них можно задать пользователю права просмотра, права доступа к камере, подключаться к ней с мобильного устройства, с удаленного компьютера. То есть, по сути, это такой маленький сервер, который включен в интернет и что-то снимает. Сделать с ним все, что угодно можно. Кстати, этим и пользуются злоумышленники. Рекомендую менять пароли и порты на IP-камерах, так как есть некоторые люди, которые в интернете сканируют адреса, находят камеры и там, где стоят пароли, они их легко угадывают. Получают доступ к камере и могут просматривать и записи, и то, что происходит в реальном времени. Теперь о плюсах и минусах. IP-камеры практически в 2-3 раза дороже аналоговых. Но в то же время, если у вас есть готовая компьютерная сеть, допустим, в офисе, то, используя IP-камеры, вы можете подключить их в свою готовую сеть, не прокладывая никаких дополнительных проводов. Также их можно легко передвигать, переключать в одну компьютерную розетку, в другую. То есть, если в одном помещении снимали и решили снимать теперь в другом, то можно просто, как компьютер, ее воткнуть в розетку и все. То есть, этим они хороши. Также IP-камеры удобно использовать, когда она будет остановлена только одна. Ее можно подключить к компьютеру и на этот же компьютер записывать с нее записи, не используя никакие дополнительные устройства. В чем плюс аналоговых камер? Если вновь монтируемая система видеонаблюдения будет всегда работать именно так, как ее задумал проектировщик, то есть, не будет планироваться передвигать какие-то камеры, что-то менять, что-то двигать, то в целом она выходит дешевле. Если, конечно, это расстояние не километровое. То есть, если сделать 10 камер или 16 в пределах одного офиса, это будет выгоднее и дешевле. Также IP-камеры всегда обладают такой небольшой задержкой видео. Это вплоть до 2-3 секунд, если это совсем какие-то плохие камеры. Но в среднем это показатель полсекунды. То есть, если провести перед камерой рукой, то на мониторе изображения появится это движение только где-то через полсекунды. То есть, есть небольшая рассинхронизация между камерами. Этого недостатка нет у аналоговых камер. У аналоговых камер все идет в реальном времени без каких-либо задержек. Я постарался озвучить все самые основные аспекты, связанные с IP-камерами. Надеюсь, что видео было вам полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Можете ставить дизлайки. Главное, комментируйте и давайте мне обратную связь, чтобы я понимал, о чем вам дальше рассказывать. Всем удачи, всем пока.